Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls Prepaid to Die Edition, мы находимся в Анарлондо, и мы, собственно, двигаемся в замок Анарлондо. Я хочу сказать, что я только что стал свидетелем того, какие в этой игре бывают читеры, то есть я бежал по лестнице и просто упал. Я не знаю, баг ли это, но мне писали, что в это время вторглась душа, я хотел поднабрать еще чуть-чуть душ, чтобы поднять уровень, но в результате, короче, блин, я очень жалею, что не была включена запись, но тем не менее, короче, нам нужно двигаться туда вперед, к этому замку. Место достаточно сложное, но при этом проходимое, как и все тут. В предыдущей серии увидели, что, несмотря на то, что жить тут достаточно тяжело, в целом нет ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Не знаю, сейчас, возможно... Блин, а я же не в человечной форме бегу. Ну ладно. Забыл я оживить себя. Вообще, локация самая PvP-шная в игре, поэтому здесь, если хотите подраться, идите именно к этому замку. Народ лезет только так. Но при этом... Сейчас в Prepaid to Die Edition ввели какие-то PvP-локации, насколько я знаю. Поэтому, возможно, народ топчется там. Точно не могу сказать. Но могу сказать, что тут, по крайней мере, они по-прежнему имеются в большом объеме. Так, ну и ладно, замок. Замок сам по себе не такой уж и сложный. Тут, конечно, много темных рыцарей. Ну, то есть тех самых, которые на первых локациях вообще считаются за мега-боссов. А здесь они за каждым углом. Самое сложное — это попасть в замок. Если уже попали в замок, там выжить достаточно просто. Но здесь просто есть места, сейчас вы их увидите, где жить становится невыносимо просто. Не знаю, но я, конечно, тогда был подвижным персонажем. Возможно, в этом еще заковыка. Потому что там выстрелы этих темных рыцарей сносят где-то, наверное, по половине жизни. И откидывают на пару метров. Учитывая, что вы ходите при этом по узенькой дорожечке сантиметров двадцать шириной. Это все плохо кончается. Так, куда ты возвращаешься-то, блин? Я тебя вытягиваю специально. Просто если я с тобой тут сейчас начну драться, то вторая твоя подружка прибежит. Да что ж ты пугливый-то какой, а? Я, кстати, по итогам поднял уровень. Еще один. Как вы помните, в конце предыдущей серии я и шел его поднимать. Но в результате я теперь могу надеть осадный щит. Как ты меня заколебал, это кошмар какой-то. Но при этом, короче говоря, если я его надену, то я не смогу бегать вообще. Поэтому не сказать, что больный-то вариант. Не попал. Хорошо. Так, подожди, не надо, не надо, не надо, не надо вот этого. Опять не попал. Да что ж такое? Хорошо. Это было ожидаемо, потому что выносливость кончилась. Так, ну ладно. Не самые простые противники, но на них именно кач идет. Видите, за каждую дают полторы тысячи. Здесь я большую часть игры и качался в предыдущий раз. Поэтому все более-менее знакомо. Да что ж ты делаешь, я? Да, блин. Вот сейчас хапну. Еще, хорошо. Так, нужно, пожалуй, отступить. Вот теперь ты прямо на меня, прям же не даст подлечиться. Игра такая. Садистская. Играю в Dark Souls, как кто-то говорил. Воспитываешь в себе мазохистские наклонности. Это точно. Так, ну ладно. Короче говоря, мы имеем. У нас вот здесь слева есть проход, он пока закрыт. Это мы изнутри замка сюда попадаем, там у нас кузнец. Вот эта бабайка что-то от меня хочет. Но... Через забор она ничего сделать мне не сможет. Есть вот эта дверь. Сюда вы попадете, опять же, изнутри ее откроете. Сейчас пока не можете. Остается идти только в эту сторону. И это я вам скажу. Ничего хорошего в этом нет. Казалось бы, там еще одна дверь. И думаешь, о, наконец-то я сейчас куда-то попаду. Но эта дверь не открывается. Вам придется обходить все опять по карнизам, как в предыдущей серии. Вот к этому собору. Тварь вот эта крайне неприятная. Учитывайте это. Поэтому подразните одно. Она полезет к вам. Молнии очень нехорошие. Ее обычные атаки идут одновременно с электричеством. Поэтому если вы будете блокировать, то часть этого вы все равно примете на себя. Лучше уворачиваться. Но я не смогу уворачиваться. Я буду просто блокировать. Давай, иди сюда. И они бьют очень далеко. Видите? Вот, оп. Но при этом. Раз. И два. И все хорошо. Вот это вообще можно из лука или из арбалета один раз выстрелить. И оно упадет. Так. Суданя. Казалось бы, есть крылья, а такая тупая. Так. Так. Первый. И второй. Не надо вставать. Отлично. Так, ну и вот начинается самое интересное. В этом месте все практически, кто играл, подтверждает, что место просто полное страшной, дикой попа боли. Здесь, несмотря на то, что похоже, как будто какой-то секретик, на самом деле здесь ничего нет, по крайней мере, я не обнаружил. Короче говоря, пойдемте к месту страшной попа боли. Во-первых, здесь у нас за стенами прячутся еще эти твари. А во-вторых... А вот во-вторых, собственно, что. Мне повезло, что я упирался в столбик, иначе меня бы просто снесло. Плохое место, очень плохое. Поэтому пойдемте сюда. Лучше тут их встретим. А потом уже будем потихоньку прибираться. Это что за сволочь там такая? Ты не лезешь, что ли? Так, одна упала, уже хорошо. Да, блин. Скотина. Главное не упасть. Так, ну хорошо. Будем считать, что прошли. Корянки, конечно, но это первый раз после полугодового отсутствия. Между ног вошло. Так, вот эти сволочи. Нам нужно именно туда. Я не знаю. Можно взять щит, который на 100% гасит эти удары. Ну вот, осадный щит. Но вес... Посмотрите. Я не могу бегать все. Можно броню поменять, конечно, но... Давайте так попробуем. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что мне сейчас тут делать. Нужно подняться наверх и сразу побежать направо. Не дать там рыцарю себя убить. И при этом он такой сволочь, что... Что вас скорее убьет. А еще с спины вон тот будет стрелять. Я не знаю, честно говоря. Нехорошее место. Ой, нехорошее. Так, пошел, 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 пошел. А-а-а! Сболочь! Скотина! Тварь Падай Падай Ох, неужто с первого раза это место пройду Ну, походу, да? Ладно Не, поверьте, мне это очень страшное место Мне просто повезло Ну, как повезло Мега скилл Ну, ладно Получилось Да, видите, у народа сколько радости Сложное место, одно из самых сложных в игре Причем по-тупому сложное Не по-умному Без тактики, тупо рандом Умрешь или не умрешь Так, вот мы попадаем в замок Здесь достаточно сложно, но здесь можно жить И здесь нас ждут Гадкие ребятки Мне нужно качать выносливость По-любому Без выносливости я далеко не уеду Так, хорошо Соляра, ты? Говорили, кстати, что он, мол, погиб У меня там во время боя С горгулями И ничего подобного Ну, видите, живой Да ладно Так, я думаю, нам нужно, во-первых, качнуть уровень Вообще, двойную человечность сейчас используем Чтобы и на уровень Ой, то есть и на опустошение хватило И на выжигание Но сначала мы поднимем выносливость на один И у нас уже 51 уровень Это хорошо Так, теперь Хоп Просто здесь лезут фантомы Я, конечно, от них огребу, скорее всего Потому что я не умею играть этим классом Я к нему не приучился Я очень в ППХ все прохожу Но при этом Блин Интереснее играть в человеческой форме Давайте мы попробуем дружбана позвать Вдвоем-то веселее будет защищать Диос Блю Ух ты какой Надо броню какую-нибудь купить Это в Zensforger распродается Но я просто не успеваю То есть, если бы я для себя бы играл Я бы больше внимания всему этому уделял бы Но когда играешь для летсплея Нужно как-то спешить вперед все время Так Что-то призыв, похоже, не удался Винтер Барбаросса Давай с тобой попробуем Здесь, кстати, лежит броня темного рыцаря Где-то здесь Она очень неплохая Но она не очень тяжелая Это в нашем случае довольно критично Потому что у нас именно подтяжится Да, похоже, персонажи не призываются Я, кстати Да, призыв не удался Я, кстати, не помню, где здесь секретики Я только помню, что где-то здесь есть Кольцо Хейвелла, по-моему Которое серьезно облегчит нашу задачу С ним можно больше груза таскать на себе Блин, ну я не помню Тут вообще несколько колец таких Но я ничего не помню Я слишком быстро прохожу игру Ладно, все, пошли Зато вот сейчас фантомы-то наверняка опали Стушить это свое не упустят Так, начинаем драться С серебряными рыцарями Эти парни Настоящий геморрой Так, там нас, похоже Серьезно не беспокоит пока Давайте сходим тут, поздороваемся У нас он с копьем, паренек Ты посмотри, а В блок все ушло, понятно Я-то думаю, что он не упал Так, а сами пока подлечимся Ладно, это была моя ошибка А, то есть одного удара, да? Ну ладно Так, дальше Это обычный сундучок Его можно не бояться Медальон света Хорошо Нужна человечность Ну все нормально Я вообще думаю, что больше потребуется ударов Именно чтобы Убивать врагов Но один бэкстеп Это вполне неплохо Давай, иди сюда По сути Если не тупить, то Эти враги очень простые Они очень четко обозначают Свои удары заранее Но Не тупить Это Конечно Легко сказать Потому что Видите, какой я медленный Да, вот так, что ли Я не знаю В целом, короче, справляемся Серебряный Один из лучших мечей в игре Просто один из лучших Но мы им пользоваться не будем Потому что мы им пользовались В предыдущем прохождении Тихо-тихо Пришел Пришел фантом Абис трекер Давайте подготовимся И ждем Он где-то с той стороны Я думаю, сам сейчас сюда придет Я Пока же не совсем понял Как с ними драться Именно этим персонажем Быстрым-то я зароливал их Бэкстебами А этим так не получится Они сами, скорее, меня Закружат Просто такого неподвижного Так, ну где ты, тварь? Тварюга В плохом месте стою Вон идет он Добрый день Блин, быстрый воин Еще, по-моему, спиромантий Нужно быть осторожным Угу Простые все Как три копейки, да? О, все еще с подвижностью Ну, это будет Достаточно интересно О, да я Я просто не успеваю За ним Не знаю, не знаю Да, все Отпарировал еще Ну, просто разобрал меня, да? Уработал Так, ладно Красивый бой был Молодца Уважаю Так, ну что же мне тогда делать В ПВП этим бойцом? Я даже не знаю Вы видели? Я просто не успеваю ничего Мне нужно ломиться на него Как-то, что ли Я не знаю Да, пофигу Так, еще здесь возьмем Одну человечность Или маленько походим По синглу Давайте пойдем тогда сюда Просто сходим еще раз А потом в следующий раз Уже возьмем Человечность И все дела В целом Локация простая Но фантомы дадут Просраться Надо будет потом Серию опять создать В которой я Наказываю фантомов Как-то засел вечерком И просто человек 20 Убил уже Когда приучился К тому персонажу 100% Они уже ничего не могли сделать А вот с этим Я честно не представляю Как драться То есть против обычных бойцов Он еще что-то может А вот против Игроков Живых Не сказать, чтобы А ты запаришь уже Ну Да И не просто запарит Говорит Я тебе сейчас убью Слава богу Все, давайте осваиваться Помаленько Что-то Да как С фантомами Успеем подраться Так Что у нас тут Я по-моему Помню, что у нас тут Тут у нас Рыцарь Нет? А-а-а Ага Тут у нас Э-э А что у нас тут Очень хорошее место Но достаточно сложное Кто-нибудь есть? Нет, я не помню По-моему, никого Ну, кроме Мимиков В общем Секретная комната И здесь у нас Прям Кладовая Вот это, допустим Мимик Подожди Ну, вроде Спокойно Так Хорошо Блин Мне нужно оружие Броню прокачать Чтобы как-то В пвп Маленько Был смысл Вступать А то Ну, когда мне Это сделать-то? Давай А-а-а Живой еще, что ли? Ой-ой-ой Не, не нравится Мне, честно говоря Это неподвижный воин Он-то что поделал Сказал, что буду его качать Значит, буду его качать Дубина тайны Дубина тайны Это, кстати говоря Мне поможет Катакомбах, по-моему Она благословленная, нет? Э-э-э Да-да-да С ее помощью я А, она магии бьет По-моему, она Дает возможность Именно Врагов Скелетов убивать Которые находятся Катакомбы Которые встают После убийства Так, эти два Безопасных сундука Большой щит Хайвела Весит дофигища Защита просто Сумасшедшая 26 весит У нас сейчас 13 Тихо Че за звуки? Ладно, не важно За стеной где-то похоже Да посмотри, да Какая дура Да Сколько для него нужно-то? 50 Да это бред, по-моему Зуб дракона Это дубина, по-моему Примерно Столько же силы требующая Но урон зато 290 40 силы требует Так, ну-ка Прыгать я с ней, конечно, не могу Но это безопасно, да? Бегать я тоже не могу Здесь больше мимиков нет, что ли? Наручи Хайвела По ножи Хайвела У нас атак перегруз, ребята Сейчас нам не до этого Шлем Хайвела Доспех Хайвела Я не настолько тяжелый воин Чтобы легко это все носить Силу качать, короче, надо Силу выносить из жизни Так, неужели тут больше мимика нет? Похоже, нет Ладно, тогда Поднимемся И там я уже ее вам покажу Пока что так Хоть чуть-чуть бегать Ну офигеть Здесь вещи именно на тяжеловесы Причем очень важные вещи все Я точно все взял? А кольцо же тут должно быть? Нет, которое Вернее, не кольцо, а ключ Который, собственно говоря Откроет дверь Там В этом Как этот городок называется В Ландербурге Че, нет, что ли? Я, честно говоря, так давно это было, что Затрудняюсь сказать У меня уже каша просто в голове Так, здесь у нас тоже ничего, да? Ну, хорошо Может, он уже и есть у меня просто Ключ От чумного города Ну, по-моему, нет Это, кстати, штука мы купили Дверь, которая в сердце леса Надо будет открыть там дверь Покачаться маленько Ну, пока что это не нужно Но силу, конечно, нужно повышать Я не знаю вообще Как мы с такой подвижностью Если Нас обычные ПВП-игроки разбирают Как мы будем Браться с Арнштейном Честно, не представляю просто Вообще-то, что тут секрет Можно понять вот по этому окошку То есть, окошко есть А входа туда нет И тогда уже начинаешь Чесать репы Типа, а как же вот отсюда Мне туда попасть? И проходишь через камин С этой стороны не открыть Короче, ребята Если я что-то пропустил Там, связанное с Хавиллом Я не помню, по-моему, нужна была какая-то Ключ какой-то, чтобы к нему попасть Напишите в комментариях Вместе разберемся Так, все, на этом этаже у нас все сделано Пойдемте на другой Тут есть что-то Секретный этаж Туда тоже так просто не попадешь Вот он, видите? Все, короче, по-хитрому По-замудреному Так, что у нас на этом этаже? На этом этаже у нас мимик похож, да? Ну да Давайте попробуем Охренеть Дура Ну это все хорошо, конечно, но Мне все-таки бегать полезнее будет, я думаю Серебряная монета Это я не помню для чего Пора в гайды лезть Так, тихо Еще один мимик Одни мимики Прибежище, в общем Темных рыцарей И мимиков Не надо Шо? Обожаю эту локацию Золотая монетка Так, здесь у нас Будет доступ Во-первых, сюда Здесь у нас башка дракона Да-да-да И в принципе ничего больше нет Насколько я помню Единственное, можно пощекотать Если лук есть Он там внизу рыцаря Но их проще так бить Больше тут ничего Ничего Смотри, какая отвратительная морда Вот тут у нас сейчас Во-первых, будет неприятный товарищ А во-вторых Снизу Демон Которого Тоже достаточно Непросто в такой броне убивать Давай че Оп, плохо Полечись что ли Я не знаю Ну а вот с этими Конечно С помощью тяжелого оружия Просто прелесть разбираться Так, вон гад внизу Он нам не особо нужен Но за его убийство Дает демон титанит Он очень полезен При прокачке Определенных типов оружия Я все-таки, наверное Палаш возьму какой-нибудь Или не Палаш А какой-нибудь Фальчион И с его помощью Прокачаю Душу Квилак Но пока что Я, честно говоря, не помню Просто что из чего получается Поэтому подождет Так, королевские покои И здесь у нас Все достаточно печально Тихо Ты там, где я думаю? Да, серьезный парик Вот такой же лук Мы можем получить Тут в ближайшем времени Так, хорошо И увидите, кто у нас там Наш пузанчик Давайте-ка мы сначала сходим сюда Поднимемся на крышу По-моему тут подъем Там с крыши откроем дорогу вниз Ковенант сисек И здесь так Достаточно коварно стоять за углом Просто забегаешь Я первый раз подпрыгнул Настолько он неожиданный Давай сюда, родные Еще удар Так, ну хорошо Нет, вот с этими врагами Вообще просто прелесть Разбираться С помощью такого меча Но с пвпшными что делать Это уже совсем другой вопрос Блин, надо было в человечной форме идти Ну, ладно уж Забыл и забыл Так, один тут И один тут Давай, иди сюда, родная Первый Второй Отличный меч Офигительный просто Нет Отнюдь Увы Шо? Ну, по крайней мере, хорошо Что мы не в человечной форме Потому что Мы не этот Так, подожди Нам сначала туда нужно Там три рыцаря Потому что Мы, по крайней мере Смогли локацию открыть Нам никто не мешает В этом Что за звуки Постоянно Как будто за мной Подходит Или они Подо мной Так Пузатик Хорошо Только помощь Раз Какой нафиг Слева Ну что ж Это не слева Это справа Предатели Так Интересно Если я сейчас Выстрелю с арбалета Один прибежит Или оба Так Понятно Пульса Пульса Немного Давай сюда Родной Под раздачу Да Тактика Я бы даже сказал Примитивная С вами Спокойно Мясо Так Что у нас тут есть Тут у нас Мимик Нет Демон Титанит Еще Отлично Так Ну и все Собственно Вот мы Сделали Небольшой Кружок Теперь мы Можем сказать Этому чувачку Чтобы он шел Отсюда Чувачок Кстати люди Которые друг друга Чуваками называют Вы просто знаете Что Да ладно Кольцо Крохтного существа Че он дает Короче говоря Если даже не знаете То хотя бы погуглите Как переводится Чувак вообще Смешно Просто Немного Увеличивает здоровье Нам не сильно Нужно Так Ну что Мы сейчас Можем пойти На секретный этаж Либо можем Спуститься И открыть дорогу Давайте сначала Этим займемся А потом уже Всякими секретными Этажами Боссами И тому подобное Так Шо Подожди А ну вот мы Как раз попали На секретный Пролет Видите Одновременно С ней идет Другая лестница И даже Хрен догадаешься Что Так Он пошел Туда Встретился Похоже С рыцарем Ооо Да точно С рыцарем Здесь у нас Демон От демона Можно умереть В принципе От всех Можно умереть Но от демона Больше вероятно Чем вот от этих Рыцарей Поэтому давайте Сходим сюда Сначала И там По моему Костюм рыцаря Именно находится Давай ко мне Копье Длинная вещь У меня тоже Ничего так Отработанная Уже Метода И это Хорошо Чем меньше С ними Сложности Тем лучше Ооо Плохо Надо было Ему сначала Дать Высказаться А потом Уже Добивать Так Отлично И тут Два Безопасных Сундука Первый Первый Второй У них Кстати говоря По моему Очень хорошие Показатели брони И они При этом Легкие Ну как Легкие Сравнительно Легкие Да Он 21 21 12 Ну отлично По моему А у моего Все 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 Подождем До брони Паладина Просто Вдумайтесь Насколько В игре Разные Локации То есть Вы сравните Вот это С великой Пустошью Или я не знаю Там За блайт Тауном Абсолютно Кардинально Они же Просто Разные Вещи Так Ну и что Пойдем К этому Товарищу Он Очень Неприятный Еще Вот эти Штуки Не мешались Ой А тут Он еще Сильный Какой Так Ну-ка Не надо Еще Удар Да Так Я его Долго Буду Разбирать Походу Так Раз И Два Хорошо Вошло Но все равно Очень мало Раз Нет Отнюдь Первый Второй А третий Где Вот третий Раз Ой Блин Так Подожди 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 Секунду Рекламная Пауза Все Я вернулся Блин Какой Собака Сложный Да И как Мало Места Под него Я знал К этому Все Ушло Так Первый Вошел Второй Не вошел Теперь Моя Ушли Понятно Первый Раз Сдохнет Уже Ну Опасен Черт Короче говоря Еще демонический Титанит У меня этого Демонического Титанита Уже по моему Офигеть Сколько Ну-ка Семь штук Офигеть Это же такая Редкость Ну да ладно Вон у людей Там кровавые пятна А у нас Все ок Так Ну и что Пойдемте Кузнецу К местному Заодно Возможно Прокачаем Сейчас Наше оружие Так Тут бабаки Злобные Сначала Мы пойдем Наверх Откроем Калитку Ну в целом Достаточно Просто Все идет То есть Опять же Мы проходим За серию То что Раньше Нам Требовалось Сделать Серии За три Где-то За четыре Я помню Сколько боли Было В этом Замке Так Можно Пойти Напрямки Туда Но сначала Я думаю Нам стоит Сходить сюда Потому что Тут у нас Так 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 И вот так Такие вещи Но это еще Ерунда Нам нужно Вот сюда Вот Ну ладно Нормально Я подумал Не со стороны Упал И сейчас Все придется Отбегать Большой лук Драконоборца И стрела Драконоборца Очень тяжелые И очень дорогие Вещи Поэтому я не уверен Что она того стоит Но 20 декса Требуется В принципе У нас почти Но сейчас Я его не могу Нормально использовать Так что Смысл это Так И сейчас Вполне Можно умереть Опасные твари Один Раз И в догонку Очень на многих Хорошо это работает Демоническое копье Что-то я не помню Такого Я вообще ничего не помню Как оказалось Соточка Очень крепкая И молния Именно 120 Бьет Круто Что это 220 получается Даже 220 плюс 55 Ладно Хорошо Давай наводись Уже До свидания Слабак Так Так Больше тут ничего нет Ничего Хорошо Обломок титанита Это тоже в пользу Всегда и везде Так И вот у нас Наверное Самый лучший кузнец В игре Потому что он Очень многие вещи Полезные делает Которые не может Обычно Еще за ним Вон там Что-то есть Видите Только не помню Как это взять Я просто боюсь Что если я сейчас прыгну Я его Засчитается как ударю Ну ладно Все равно возьмем Только чуть попозже Так Что ты можешь Серебряный меч У него просто дикий Он до плюс трех По-моему прокачивается Но в результате У него будут Вот эти вот Двести десять Который у нас В легкую При этом он Одноручный Блин Может мне его взять Быстрый Так Мерцающий титанит Конечно Для него требуется Но у меня Мерцающий титанит Это хватит Так Большой осколок титанита Три штуки А нам нужно Так Хорошо Двуручный меч Двуручный меч Плюс десять Супер Так Броню 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 пока качать Не буду Наверное Ну-ка Возможно Он теперь Стал очень хрупким Да нет Двести Ой Подожди Ну все равно Двести Давайте Испробуем На врагах В принципе Знаете что Давайте Может сразу Прокачаем Эту броню Все-таки Что для нее Требуется У него есть Своя броня То есть Он продает Но там Мусор По-моему Какой-то Здесь у нас Вот это вот Ну и он Нафиг Шлем Великана И да Это очень тяжелое Все Ну и Некрасивое Притом Еще Это же Тоже важно Так Усилить броню Черное железо Серебряный рыцарь С помощью Мерцающего титанита Знаете Возможно Я с этой броней Останусь До конца игры Кстати говоря Потому что Она мне очень нравится И давайте Тогда мы ее качать Начнем Мерцающий титанит Окей Начнем Со шлема Хорошо Конечно Восемь тысяч Стоит Но постепенно Мы все Вот так Прокачаем Отлично Короче говоря Похоже Нашел для себя Все оборудование Нужное Теперь уже Просто осталось Двигаться дальше Не знаю Но прикольно Броня же Она такая Недостаточно Тяжелая И при этом Хорошо защищающая Меч Мне кажется Меня не разочарует С таким уроном Короче говоря Давайте на этом завершать В следующей серии Пойдем драться с Сарнштейном Что-то я маленько Подутомился Как видите Под конец серии Уже начали меня разбирать Просто Ну и кроме того Меч не соответствует Этому месту К следующей серии Я Сменю этот меч На Серебряный прямой меч Рыцаря Потому что он Очень быстрый Так А что для него нужен 22 декса Нет Не сменю К следующей серии Ладно Ну тогда вот на этот Сменю А потом сменим Уже на тот И этим уже будем Разбираться Короче говоря Фу Достаточно неплохо Нам настучали Ну как бы там ни было В принципе все Достаточно хорошо Получается Тем не менее Надеюсь вам понравилось С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok